Книга «Открытым оком» том 2. Сема Лапкин книги. Вопрос 880. Случается ли вам, видя какие-либо беспорядки в городе, вмешиваться в них на официальном уровне, чтобы их устранили? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Я всегда активно реагирую на все, что вижу. Мы идем в храм, переходим проспект строителей. Видимо, только что прошла машина. В нее свалилась большая железная труба и лежит посреди дороги вдоль ее. Мы идем в церковь, чисто одетая. Труба диаметром не менее 70 см и длиною 6-9 метров. Мы едва вшестером сумели скатить ее на обочину. Идет богослужение, но я сижу на телефоне и ищу хозяина. Или около Демидовского столба на проспекте Красноармейском. Асфальт почему-то сильно прогнулся вниз. И машины на большой скорости, внезапно заметив этот прогиб, резко берут влево. Возможно, авария. Я тороплюсь по своим делам, но останавливаю нескольких милицейских машин, сообщаю им об этом, а потом звоню в ГАИ. Через два дня, проходя, вижу, что дорога отремонтирована и совершенно ровная. Проезжая по челюстям Сахачкалова, вижу сухое дерево, сильно наклонившись над дорогой. Звонки не помогают. Я сам нахожу муниципальное предприятие по благоустройству города и не даю никому покоя. Когда мне вырешили два домика на Ползунова-6, то я сразу же столкнулся с неприятностью напротив Ползунова-28. Там возвели подобие пирса, чтобы удобно было в магазины и склады доставлять продукцию. Дойдя до этого пирса, нужно было подниматься на него, а пройдя, спрыгивать без всяких ступенек. Инвалиды и матери с колясками просто вынуждены были выходить на проезжую часть дороги и обходить это монументальное сооружение, которое стоит и поныне. Неоднократные обращения к хозяину этого пирса в Крайсов-Профт не помогли. И тогда я провел целую акцию, договорился с корреспондентом «Тамалтайской правды» Логиновым ОПН, написать об этом безобразии. Специально для этого договорился с корреспондентом «Тамалтайской правды» Волобуевым ОПН, чтобы он пришел в определенное время к этому месту. На это же время попросил приехать сюда для съемок инвалида Великой Отечественной войны Чернявского Ивана Семеновича, чтобы он надел рюкзак и был со своим костыльком. Попросил к этому же времени приехать молодую маму с ребенком Янчук Людмилу Анатольевну с Осей. После опубликования этого материала в «Алтайской правде» номер 279 от 17 декабря 1998 года, я достал более 100 экземпляров этой статьи и через хорошо знакомого депутата Гордумы, директора 68-й школы, этот материал был роздан всем депутатам для ознакомления. «Выехала комиссия от городской администрации, архитектор города, хозяин этого пирса и другие, и хотя его так и не размолотили, но сделали хорошие пандусы с поручнями и ступени с двух сторон. Теперь там другой хозяин Артеменко В.Н. «Валер – прекрасный, обязательный человек. Если бы тогда она была там хозяином, она бы убрала этот пирс. Вот одно из моих обращений по этому поводу. Прошение повторно». Главе городского самоуправления города Барнаула Баварину Владимиру Николаевичу от Лапкина Игнатия Тиховича. Уважаемый Владимир Николаевич, администрация города Барнаула в своем ответе 29 января 1999 года за номером 525, говоря об устранении перечисленных вами мною недостатков, вновь разворачивать неразрешение этого вопроса на устройство ступеней и пандуса, и просят поддержать и согласиться с этим предложением, и делают ссылку на финансовые трудности этого предприятия. Получается, что главное здесь не стремление к справедливости, к уважению тысяч пешеходов на десятки лет вперед, а корпоративные попытки отстоять возведенный пирс, перегораживающий весь тротуар, а пандусах, ступенях толкуют. Первый. И.П. Перемазов, ваш первый зам. Второе. Первый. Зам. Председателя правления КБ Крипс В.М. Геррия Бенко. Третье. Глава администрации Центрального района Сытых С.Л. Четвертое. Главный архитектор города Барнаула Баженко С.А. Сохранением этого безумного сооружения пирса они все делаются виновными в создании прецедента, то есть даете на сотни лет вперед пример оправдания для последующих случаев подобного року. Действительно, почему бы для каждого, в кавычках, комка не перегородить улицу, если у тебя вдруг архитектор, если у тебя друг архитектор города, а глава администрации любит тебя. Перед своим домом никто не позволит строить, в кавычках, пирсы, хотя бы и золотыми пандусами. Этот пирс на ползунову 28 должен быть разрушен, и не нужно подклинивать сюда тощий бюджет нищих учителей, это гнусно. Плитка на пирсе не забетонирована, легко снимается. Организации, подобные Крайсовпрофу, жившие обманом, накопили достаточно богатства, чтобы на три часа нанять бульдозер и экскаватор, чтобы заблокировать тротуар правителей. Правители, убойтесь бога, сделайте хотя бы это дело так, чтобы не жег позор. Если останавливают неправильно возведенные комбинаты на берегу Байкала, как губительно вредные, если во всей ГДР перекрыли миллионы шиферных крыш, как вредных для легких, заменив черепицу, то убрать пирс – копеечное дело, нужно только одно – уважение к людям, к пешеходам. В ответе администрации города вижу неприкрытую насмешку над своей проигрой. Прошу убрать пирс, а мне отвечают – сделаем ступени пандуса, устраняя перечисленные вами недостатки. Дорогие руководители безмолвного народа, не надо подыгрывать Крайсовпрофу, узаконивать нужный только им пирс, не надо мертвого марафетить пандусами, сведите его на свалку, пощадите пешеходов, вы все нелегитимны, уйдете в скором времени в путь всей земли, а памятник дел справедливых, или этот пирс будет вопиять о безумии его родителей и защитников. Карфаген должен быть разрушен. Староста Крестово-Сдвиженской общины Игнатий Лапкин. К пирсу причаливать надо. Заголовок. С двух сторон на тротуар положили бетонные блоки высотой 35 сантиметров. Пространство между возникшими стенами засыпали гравием и песком, а уж потом положили плитку. Получился пирс шириной 7 метров, длиной 35 метров и 35 сантиметров высотой. Не всякие идущие оселят эту дорогу. Тут нужна подготовка, поэтому не только дедушки, бабушки и дети, но и другие нормальные люди при приближении к пирсу выползают на проезжую часть дороги и обходят это дело стороной, несмотря на грозящую им опасность со стороны автотранспорта. Шоферы уже измотали себе все нервы и утомили языки, то есть пирс не понравился никому. Люди спрашивают, где тот, который сотворил проект? Что он имел в виду? Может, он полагал, что как-нибудь оп выйдет из берегов до таких сумасшедших размеров, что граждане смогут причаливать к пирсу на лодках, спасаясь от потопа, неизвестно. Пока пирс существует так, на сухую. Олег Логинов. Номер 279 от 17 декабря 1998 года.